Дом Судылаева Дом Судылаева Дом Судылаева Дом Судылаева Дом Судылаева Дом Судылаева Демократические преобразования В 1990-е годы Дом усилиями Общественных татар Был снова возвращен татарам города Москвы Решением правительства Российской Федерации Дом был передан на безвозьмное пользование Региональной татарской национальной культурной автономии Города Москвы Заключен договор, который Сейчас продлен был Срок его долгий Но хотелось бы отметить Что в настоящий момент этот дом Стал предметом распри Между татарских организаций города Москвы Никак наши татары Города Москвы не соберутся вместе И не решат судьбу этого дома Чтобы вместе в этом доме собираться Решать проблемы татар Развивать культуру Чтобы этот дом служил общим интересом Всего татарского населения города Москвы В начале, как говорится Работы по объединению татар В 2012 году была проведена конференция Которая объединила уже на тот момент Более 30, около 29 автономий Было на тот момент зарегистрировано И эти все автономии зарегистрировали Провели конференцию Которая была зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции города Москвы И все На этом дальнейшая работа пошла уже Со всеми татарами города Москвы Но нашлись какие-то силы деструктивные Которые решили снова Как говорится, дом этот забрать И пустить его, не знаю для чего Для своих собственных нужд Непонятно, кому это надо Кто прикрывает этих людей Для чего это они поступают Опять дом оказался в руках одного человека Все его фамилию знают Все его знают, татары города Москвы Но не знаю почему Либо власти, либо кто-то мы не дорабатываем Но вот так получилось, что В конце прошлого года Этот человек провел якобы конференцию По моим сведениям Участники, якобы делегаты конференции Просто получили деньги И сыграли роль массовки После этого документы были переданы Главным управлением Миниуста и Главным управлением Министерства юстиции Зарегистрировало этого исполняющего обязанности Председателя Регионально-татарской национальной Куртурной автономии Уже так называемым председателем Однако есть такой момент, что В 2015 году состоялся совет РНТК На котором этот совет, у меня есть документы На котором есть протокол этого совета В котором 15 мая 2015 года Время указано 17 часов Здесь переписаны члены автономии И они избирают исполняющими обязанности Председателя Татарской национальной культуры Автономии города Москвы Господина Хусаина Анвара Умарыча Я еще раз подчеркиваю Протокол подписан 15 мая 2015 года Однако потом, в сентябре 2015 года Мы выясняем, что каким-то образом В реестре Главного управления Министерства юстиции И в реестре налогоинспекции Появляются исполняющие обязанности Председателя Регионально-татарской автономии Господин Фарисов Каким образом, что и как Потом мы находим протокол Явный полный копит протоколов В котором уже фигурирует дата 9 апреля 2015 года Якобы 9 апреля 2015 года Господин Фарисов был Избран исполняющими обязанностями Председателя Здесь даже если смотреть по юридическим моментам Более действительно протокол Поздний, 15 мая Каким образом Минюст Главный управления министерства юстиции Зарегистрировал этот факт Неизвестно Это может задавать вопрос уже Главное управление министерства юстиции Министерство юстиции Российской Федерации Высшестоящие органы Но я не знаю Почему, каким образом Так у нас Главное управление Министерства юстиции Регистрировали вот этот момент Были направлены несколько раз жалобы Но, как говорится Корабль на том же месте Ничего не сдвигается Почему, я не знаю Вот может быть Мы пытаемся обратиться В администрацию Президента Российской Федерации На балансе которого находится этот дом Все-таки, чтобы разобрались С этим домом Дом опять используется Не по значению Более две трети зданий Помещения зданий Сданы в аренду Хотя по договору О безвозмездном пользовании Мы Судополучатель Региональной автономии Не имеем права сдавать Ни в коммерческий наем Ни просто Другим третьим организациям Каким образом В помещениях Дома Находятся посторонние Организации Тоже неизвестно Договоров нет Ничего нет Также известно Что якобы На содержание Этого дома Спонсоры Такие как Татнефть Другие Крупные Российские Организации Перечисляют деньги Куда эти деньги Уходят Тоже непонятно Если проверить Можно проверить И узнать это Только просто проверить Баланс этой организации Которая должна сдаваться К налоговой инспекции Посмотреть Допустим Получили они в этот месяц Эмную сумму Куда она потрачена Должен быть бухгалтерский баланс Можно посмотреть Но однако Эти документы Общественности не предъявляются Никто Как говорится Отчет не предоставляет И Куда уходит День Который получает От аренды Тоже неизвестно Дом Бетшает Ремонт Как говорится Делается Как всегда Косметически Летом покрасили За зиму Все облупилось Не знаю Я думаю Пора уже Татарам города Москвы Проснуться И собраться Все вместе Решить этот вопрос Чтобы Дом татар Который был Уже более 100 лет Служил Служил татарам Дальше продолжалось Служить татарам Но Не одной кучки Маленькой А Всех татар Города Москвы Чтобы сюда приезжали Татары Из Татарстана Башкортостана Объединялись Других регионов И мы здесь Могли показать Что Татары Города Москвы Могут себя Действительно Показать И сохранить Свою культуру Свой язык И свои традиции Благодаря 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 Тому Что Мы собрались И будем Собираться В этом Хорошем Доме Лишь бы Пустить его На благое Дело Вот Что я могу Сказать Я прошу Просто Татар Города Москвы Объединиться Собраться И решить Вопрос Самозваными Людьми Которые Определяют Сами За деньги Себя Назначают Председателями Потом Руководят Там Одной Двумя Организациями Хотя В Москве Я еще раз сказал Около Тридцати Татарских Организаций Где они Почему их Не принимают Это мне Непонятно Кто Что И вот Я хотел бы Сказать Уважаемые Татары Городные Проснитесь И решите Вопрос С Домом Судулаева Возьмите Его В свои руки Все-таки Татары Неотделимы От Ислама Традиционного Ислама Мы хотели бы Чтобы Муфти Российской Федерации Господин Равиль Ганудин Обратил Внимание На эту ситуацию Также мне Хочется обратиться Внимание К спонсорам Организаций Стать нефть Крупнейшей Организацией Мне известно Что они Выделяют Деньги На содержание Этого дома Но Судя по Внешнему виду Этому дома Эти деньги Уходят Не на этот дом Куда они уходят Вот Просил бы Чтобы эти спонсоры Просто приехали И посмотрели Куда уходят Их деньги Есть другие Организации Которые Депутаты Почему они не смотрят Есть депутаты Татарстана Господин Гальмудинов Почему он Имея кабинет В этом здании Не смотрит Как это здание Используется По назначению Либо не по назначению Вот это Хотелось бы Тоже обратиться И сказать То есть Правительство Татарстана Все-таки Вы Как Государство Образующая Нацию Татарстана Поддержать народ Татар Города Москвы В этом вопросе Вот мой такой вопрос К организации Властным структурам Министерства Юстиции Российской Федерации Главное управление Министерства Разобраться Все-таки С ситуацией Вокруг этого дома Больше мне уже Нечего сказать Я уже Несколько лет Пытаюсь Восстановить законность Но Мои усилия Пока отчетны Хотелось бы Чтобы Была поддержка Со стороны Татарстана Со стороны Представительства Татарстана Со стороны Равиля Гайнудина Муфтия Российской Федерации Чтобы все-таки Был Установлен мир И Хороший Как говорится Мир среди татар Всего города Москвы Допустим Вот платежное поручение 650 тысяч рублей Уходит Куда уходит Насчет ООО ПФТС Что это за организация Какие она услуги Оказала Автономия Это Одна платежка Потом идет У нас второе Платежное поручение Эту сумму Уже опять Оплачивает Татарская национальная Культурная автономия Здесь уже Миллион рублей Уходит Опять Насчет ООО ПФТС Что за организация Опять услуги На 1 миллион рублей Какие услуги Эта организация Оказывает Региональная автономия Вот я как уже говорил Протокол Конференция Не конференция А совета Автономии От 9 апреля 2015 года 17 часов Однако есть такой же протокол Вот Этот же протокол Но он идет уже От 15 мая 2015 года 17 часов То же самое Все то же самое Но Здесь отмечаем Если по протоколу От 15 мая 2015 года Исполняющим Маганз Избран Господин Хусаинов То По протоколу 9 апреля Почему-то Числится Господин Фарисов Как Каким образом Вот это уже идет Как говорится Уголовное Действие Которое называется Стать Мошенничество Подкладывание То есть Предоставление Заведомо ложных сведений А главное Управление Министерства Юстиции Это регистрируют Обращались Показывали А им Как говорится Все равно Есть решение Апелляционное Определение 28 ноября 2013 года Московского Городского Суда По которому Все решения Принятые Майской конференцией 2012 года Оставлены в силе И Мосгорсуд Постановил По делу Новое решение Удовлетворение Исковых Татарской Национальной Культурной Автономии Южно Административного Города Москва Местная Татарская Национальная Культурная Юго-Западная Округ Города Москвы О признании Действительного Решения Принятых На отчетной Выборной Конференции Геональной Автономии От 25 Мая 2012 Года Отказать Таким образом Мосгорсуд Признал Легитимность Проведения Конференции 25 Мая Данное Решение Суда Риторический Вопрос Вопрос Который Повисает Воздух Неужели Здесь Коррупционная Составляющая Продолжение следует